Девять с половиной миллионов рублей. Это кадастровая стоимость земельного участка, на котором стоит синий домик и трехкомнатная квартира в Одинбурге. Застройщик жилого комплекса готов договариваться. Правда, исключительно на своих условиях. Второе предложение. Вам взамен вашего участка площадью 18 соток предлагается земельный участок на расстоянии до 900 метров площадью 27 соток. Прежде чем договориться, дочь-собственница Ольга Шишкина хочет получить ответ на один из главных вопросов. Кто причастен к сносу хозпостроек и летнего домика, когда-то располагавшихся по соседству с синим? Вы признаете тот факт, что с 2016 года территория вокруг Шишкина полностью контролируется вашей стройкой. Единственная протезная дорога через ваш контрольный пропускной пункт. Следовательно, та группа людей, которая должна была снести летний живой дом, летний кухонный погреб, не могла проникнуть на территорию, иначе как через ваши ворота. Доступ, он был всегда извне. С какой стороны? Третий. Этот вопрос я не комментирую. Я вам сказал об этом в 2016 году, я вам это говорю в 2020 году. Наша компания, никакого отношения к вашим претензиям в части вот этой не имеет отношения. Имеет ли застройщик отношение к сносу строений, предстоит выяснить правоохранительным органам. А пока за рамками этого дела продолжат искать решение непростой ситуации. Я к вам тогда предложение встречи Натальи Ивановны. Вы знаете, я вас уведомила, что она подорвалась до участка, на который она согласна опьянять свой. Этот участок стоит, вы заявили на пресс-конференции, 81 миллиона рублей. Это не так. Я надеюсь, вы имели возможность утверждаться, что он стоит на самом деле 55 миллионов, плюс возможен торг. Но у меня сейчас есть еще одно предложение. Вот телефон риэлтора. Позвоните ему и предложите купить этот участок по кадастровой стоимости. Если это предложение можно сделать Ольге Ивановне, его можно сделать другому человеку. Если этот вариант застройщика не устраивает, Ольга Шишкина предлагает альтернативный. Предоставить собственнику возможность въезда на земельный участок для последующего восстановления синего домика. Сколько вам нужно дней, чтобы обеспечить нам возможность заезда на наш участок? Сколько вам нужно дней, чтобы сделать ворота в вашем заборе? В течение недели будут ворота. На принятие решения застройщик попросил несколько дней. Не будет сидеть сложа руки и представитель собственника. Одна из первоочередных задач – найти тех, кто виновен в сносе летнего дома Шишкиных. Мы обязательно подаем в суд, потому что снос кадастровой недвижимости – это нужно наказать. Застройщик должен сделать определенный урок. Нельзя причинить людям зло, нельзя прийти все уничтожить, а потом улыбнуться и сказать, что он отказался от комитета. Это опасный прецедент. Все застройщики должны понять, что если даже очень хочется сломать что-то недвижимость, этого делать нельзя. У нас все-таки есть конституция, есть частная собственность. Вопрос синего домика так и остается открытым. В ожидании его решения не только представители собственника и застройщика, но и будущие новоселы, которые рассчитывали на детскую площадку, а получили глухой забор, примыкающий к многоэтажке. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.